Как думаешь, Украина сможет нанести нормальный ущерб России? Конечно, сможет, учитывая, что Украина должна чисто защищаться. Она не имеет намерений наступать, брать Москву. В этом смысле ей просто нужно грамотно, суметь грамотно защититься, отбиться от России. И у нее есть потенциал для этого. Благо, народ Украины настроен очень патриотично. Я вижу тут очень много, пишут про Украину, нападет Путин, не нападет, что там будет, что там происходит. Слушайте, я сам как-то наблюдаю за этим, понятия не имею, нападет он, не нападет. Но как раз очень серьезные игроки мировые говорят, что опасность серьезная. Даже Байден, например, говорил, что нет никаких сомнений в том, что он в любом случае нападет. То, что там такое огромное количество войск сосредоточено на границе с Украиной. И именно когда это огромное количество войск, там сосредоточено вдруг ни с того, ни с сего. Типа какие-то нападения со стороны Украины происходят на территорию Донбасса. Вот в течение восьми лет не было никаких нападений, все было нормально. Украина не пыталась эти территории силой вернуть в правовое поле. А тут, когда именно Россия сосредоточила 150 тысяч войск, контингент целый. Именно в этот момент Украина решила, вот сейчас самое подходящее время, чтобы взять и силой вернуть эту территорию. И решила, значит, напасть. Понятно, что это все спектакли, даже режиссеры этого спектакля, постановщики, они даже не заморачивались. Даже они не пытаются реально создать какую-то видимость у этого мира, что действительно, дескать, там Украина нападает. Даже то, что они делают, это просто какая-то вот причина, которую они будут потом нагло, вот так смотря в глаза где-нибудь ООН, там, в Совете Безопасности, нагло смотря в глаза будут говорить. Ну, это они же нападали. Но при этом и те, кто будут говорить, и те, кто будут слушать, и весь этот мир, все прекрасно понимают, что, конечно же, Украина там не нападает. Мне очень понравилось, как сказал Зеленский вчера в Мюнхене, он сказал, Украина очень не хочет войны, Европа тоже, ну, Запад тоже не хочет войны, Россия говорит, что не хочет нападать, но кто-то из нас явно врет. А вот кто этот, этот врунишка, это вот тяжелый вопрос. На самом деле, сейчас уже есть даже такие мнения, что, в принципе, война уже началась, уже там эвакуация произошла с территории Донбасса на территорию России, уже там мобилизация идет, насильственно чуть ли забирают молодежь на передовую. Уже какие-то провокационные взрывы, обстрелы, даже на территорию России, там какие-то снаряды упали, и, разумеется, сразу же сказали, что это чуть ли с территории Украины специально запустили, чтобы спровоцировать Россию на нападение. То есть, те, кто говорят, что война уже началась, и она идет, эти слова тоже не лишены смысла. Возможно, так и есть, так можно считать с одной точки зрения. Что за шумиха насчет войны? Это же полный бред, ибо эта война поставит крест на президентстве Путина и даже Кадырова. Почему люди не могут понять этого? Ну, очевидно, что у этих товарищей в Кремле другое мнение по этому поводу. Они не то, что не видят креста на своей карьере, они наоборот считают, что с помощью этого они, с помощью этой войны они усилятся, усилят свои позиции. И эта логика не лишена смысла на самом деле, так как всю историю так было, что к власти в России приходили именно на волне войны, на волне убийства собственного народа, взрывания. Путин пришел к власти, взрывая дома в Москве, это нельзя забывать. Путин взорвал собственных граждан, убил огромное количество спящих людей у себя в домах, взвалил эту ответственность просто тупо на чеченцев. Знаменитое словосочетание «чеченский след», мы ведь все это с вами прекрасно помним. А я напомню, что никто со стороны нашего государства не взял на себя ответственность за эти взрывы, никто. Так что все приходили на этой волне. Ельцин вторую российско-чеченскую, вторые свои выборы, второе президентство, он выиграл на волне российско-чеченской войны. Несмотря на то, что он очень сильно потерял свою популярность из-за провала в этой войне. Но в итоге и опять-таки к властью он пришел именно на гребни этой волны. Томаза, ах и как думаешь, Украина сможет нанести нормальный ущерб России? Конечно, сможет, учитывая, что Украина должна чисто защищаться. Она не имеет намерений наступать, брать Москву. В этом смысле ей просто нужно грамотно, суметь грамотно защититься, отбиться от России. И у нее есть потенциал для этого. Благо, народ Украины настроен очень патриотично. Помощь оружием от этого мира у них есть. Оружие там очень такое серьезное, продвинутое, передовое, в отличие от России. Поэтому это гораздо сложнее будет для России, чем это не как с Чечнёй воевать. С чеченцами, у которых нечего было противопоставить авиации, нечего было противопоставить артиллерии. Все, что мы там могли, это только в контактном бою как-то противостоять. Ну и плюс в партизанской войне наносить какой-то урон, взрывать их технику, нападать там и так далее. А здесь есть очень серьезный потенциал Украины. Поэтому им есть с чего сбивать самолеты, им есть чем подбивать танки. Плюс их гораздо больше, чем нас. Плюс там весь мир на их стороне. Это будет огромное количество добровольцев. Поэтому да, здесь конечно потенциал очень серьезный. Хасан Халита. Ва-саляму алейкум, брат. Как ты думаешь, Кадыров отправит на войну с Украиной своих непобедимых бойцов-сыновей или же там будут умирать другие дети и родственники, а не родственники Кадыркина? Ва-саляму алейкум алейкум. Родственники Кадырова там, конечно, погибать не будут. Его дети, его братья и так далее. Но своих одноразовых Кадыровских он, конечно, туда отправит. Уже, точнее, отправил. Есть сведения о том, что там всякие полки Север и прочие всякие полки там уже находятся. Но среди них, конечно, не будет ни Замова Кадырова, ни кадыровских детей. У них другие заботы более важные. Там надо очередной ТикТок снять, очередную должность занять. Короче, им не до этого, у них проблема серьезнее. Единственный вопрос, недавно мы задавались этим вопросом, куда же, интересно, будут устраиваться на работу дети Делимхановых, Иудовых и прочих кадыровских вот этих чиновников. Так как все более-менее значимые, прибыльные должности, их все занимают и займут, естественно, дети Кадырова. Куда денутся ваши дети, интересно? Наверное, по объявлениям куда-то придется на работу уходить. Интересно, эта газета из рук в руки, она еще издается в России. Там обычно бывали объявления о приеме на работу. Я уже представляю себе детей Делимханова и Иудова, сидящих с этой газетой и ищущих работу по объявлению. Саламу алейкум, Томасон. Согласен ли ты с бывшим агентом КГБ в Вашингтоне, Юрием Швецом, который считает, что никакой войны не будет и это блеф со стороны Путина, чтобы поднять ставки? Китай против. Так, согласен ли я с ним? Ну, я не могу сказать, что я с ним не согласен и не могу сказать, что я с ним согласен. Ну, это и то, и то, возможно. Я лично не буду газовать за войну, за то, что она будет, и не буду газовать за то, что ее не будет. Но она вполне возможно будет, и вполне возможно, что ее не будет. Да, действительно, это может быть и блеф, очень дорогостоящий, конечно, может быть это такой вариант торга. Может быть, на самом деле, там сейчас полным ходом уже все решено, и как бы война, она вот сто процентов, по мнению Кремля, будет, и они уже собираются нападать. Но завтра что-то может измениться, какой-то фактор может изменить вот эти планы. Так что здесь нельзя, я вообще поражаюсь людей, которые дают какие-то четкие прогнозы по таким темам, говорят, вот ее не будет или она будет. Зачем это делать? Завтра, если твой прогноз не сбудется, то тебя постоянно будут этим упрекать, говорить, что, ну, чувак, ты как бы говорил, что будет вот так, а этого не произошло. Как теперь доверять твоим прогнозам? Я бы лично воздержался от подобных вещей и сказал бы, ну, будет, если будет, мы ее увидим. Если не будет, то, ну, значит, о чем-то договорились, не получилось. Субтитры создавал DimaTorzok